Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальности. И сегодня я хочу рассказать вам еще об одной технике управления вашей реальности, которая поможет вам перестать попадать в неприятности. Ну, согласитесь, как круто было бы, если бы неприятности обходили нас стороной. Вы же об этом думали? Но на самом деле это не неприятности обходят нас стороной. Это мы притягиваем эти неприятности или нет. И сегодня я научу вас, как сделать так, чтобы неприятностей в вашей жизни не было от слова «совсем». И если вы думаете, что это сказка или магия, можете так думать. А можете просто посмотреть это видео и научиться делать так, чтобы в вашей жизни были только одни приятности. И сегодня я расскажу вам о технике, которая называется «попкорн». Ну, согласитесь, звучит красиво и на вкус тоже хорошо. Итак, давайте с вами начнем. Перед тем, как всегда, я начинаю рассказывать о технике, конечно же, важно объяснить, для чего она нужна и в каких ситуациях это происходит. Я уже сказала о том, что эта техника посвящена тому, чтобы перестать попадать в различные неприятные ситуации. Но давайте начнем с того, а как мы вообще в них попадаем. Почему с нами случается что-то не очень окей? Как это устроено? Просто случайно? Повезло, не повезло? Ну, так обычно и объясняют люди себе этот феномен. Этому повезло, а этому не повезло. Мне никогда не везет, а ему везет всегда. Если вас это объяснение каким-то образом устраивает, пожалуйста, это ваш выбор. Но если вы все-таки хотите понять, о чем же взаимосвязь между неприятностями и вами, я вам сегодня об этом расскажу. Давайте снова вспомним то, о чем я уже неоднократно говорила. Как вообще устроен человек и с помощью чего он управляет своей жизнью? У каждого из нас с вами есть мысли. И мы помним о таком законе, который называется закон притяжения. Когда мы с вами о чем-то думаем, мы это в жизни притягиваем, но не всегда буквально. Чаще всего это такой себе энергетический канал. Ну вот смотрите, есть человек. И если мы с вами, например, поделим себя наполовину, то половина из нас будет это высокие энергетические вибрации. Это радость, успех, удовольствие, счастье, кайф. Все, что вызывает у нас подобные эмоции и ощущения. А нижняя часть, это как раз история про страх, грусть, сожаление. Какие-то вещи, которые вызывают у нас негативные вот такие эмоции. И они как будто бы опускают нас вниз. Когда в нашей жизни много ситуаций различных, и мы испытываем с вами радость, успех, вот эти высокие вибрации, мы с вами притягиваем другие ситуации, обстоятельства с этим знаком. А когда наоборот у нас все время там страх, халчность, мы кого-то обсуждаем, все время ползаем внизу, то к нам и притягиваются все ситуации с подобным знаком. Исходя из этого, стоит мало-мальски понять, что нам выгодно с вами думать о чем-то хорошем и держать в своей голове какие-то классные мысли. Ну вот мы это с вами понимаем, например. И вы стараетесь контролировать, не думать о чем-то плохом, перенастраивать свое состояние. Вы контролируете это. Когда вы выходите в плохом настроении, вы говорите себе, «Слушай, мне не выгодно сегодня быть в плохом настроении, давай найдем чему порадоваться». И вот вы радуетесь, солнышко светит, смотрите, у вас маникюр сегодня красивый, вы надели красивое платье, например, или там у вас новые кроссовки, вы едете на работу, вы замечаете вокруг себя что-то прекрасное и классное. И вот вы заходите такая счастливая на работу, думаете, ну какая я молодец все-таки, насмотрелась эта Ермилова такая на позитивчике. И все, как-то и тут двери открыли, значит, все хорошо. И вот заходите на работу, а там эти самые недовольные крожатся. И начинается, значит, та что-то там одну обсуждает, там какие-то сплетни, скандалы, те наезжают, шеф мало платит, и вот вы оказываетесь в этой ситуации. Похоже на то, как вы такая в беленьком платьичке, такая на каблучочечках пришли, а тут вокруг все стоят с грязными ведрами, бегают свиньи, и вы только думаете, что вам сделать. Опасность заключается в том, что если вы не включитесь в эту историю и совсем отойдете в сторону, вы будете как бы изгоем. И очень часто просто физически невозможно это сделать. Но вы не можете, вы можете, конечно, там уйти с работы, или, например, вы пришли в какую-то компанию, где тоже что-то обсуждаются, какие-то сплетни. Вы можете, безусловно, сказать, вы знаете, у меня сейчас другие дела, и это классный выбор. Или вы можете подумать, зачем мне работать в такой компании, где постоянно происходят какие-то склоки. Супер, вы можете уволиться, уйти, это ваш выбор. Но бывают все-таки и такие ситуации, когда вы оказываетесь в эпицентре этих событий, и, по сути, вынуждены здесь находиться. Что нам важно знать и помнить? Самое главное, то, что вы должны знать, что до тех пор, пока вы не включаетесь в эти разговоры, пока вы не начинаете отдавать свои эмоции, да, включаясь в это, вот открывать как будто бы изнутри дверцы, вы на самом деле находитесь под таким стеклянным куполом. То есть вы в белом платьичке, свиньи бегают, грязь повсюду, но вы защищены стеклянным куполом. И тем не менее вам нужно двигаться. Вопрос, как двигаться так, чтобы не запачкаться во всем этом, чтобы эмоционально не включиться и при этом оставаться во всей этой истории, ну, поскольку бывают такие ситуации, когда вы не можете ничего сделать. Один из самых распространенных таких примеров жизненных, это когда вам звонит мама. И вот мама начинает, значит, там задавать какие-то вопросы, может быть, на вас где-то там поднаезжать. Вот ты такая, дочь, ты не звонишь, ты не пишешь. А как у тебя с тем, а как у тебя то? А вот я такая заболела, а у меня тут столько проблем. И вот мама пошла, и вы стоите опять в этом стеклянном куполе в беленьком платьичке. Вам сильно хочется оттуда выйти, но вы должны понимать, что как только вы сделаете шаг, вы моментально окажетесь черной. Что же здесь делать? Как быть? Вот мы и возвращаемся к нашей технике попкорна, цель которой не позволить себе попасть в неприятную ситуацию. Что же мы в этом случае делаем? Мы с вами помним о том, что все мои практики ментальные. То есть они не физические. Когда мы в жизни там идем и говорим человеку, как на тренинге по продажам. Какая у вас есть проблема? А как я могу помочь ее решить? А почему вам это не подходит? Нет. Ваши все разговоры происходят вот здесь. Поэтому, когда вы чувствуете, что вы находитесь в эпицентре каких-то событий, и понимаете, что вы сейчас под этим колпаком, и сейчас вам придется его с себя снять, нужно понять, что же сделать, чтобы все-таки не запачкаться, чтобы эмоционально не включиться. Итак, вы представляете себе в тот момент, когда попадаете в такую ситуацию, что вы зритель в кинозале, что все, что с вами происходит, это как будто бы просмотр фильма. Мы же с вами уже все знаем про вот эти супертехнологии Dolby Digital Surround, 4i Max, FIGGax. В общем, все суперкруто, когда мы находимся в кино практически с полным присутствием. Даже в классном зале просто, когда мы сидим и есть классный звук, у нас есть такое ощущение, что действительно разрушается город или бежит динозавр за нами. Но тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, и наша нервная система тоже понимает, что это как бы все равно понарошку. Оно вроде бы очень реально, но это понарошку. У нас нет ужаса, и мы не выбегаем из зала с криками, что динозавр нас сейчас догонит. То же самое происходит и здесь. Вы представляете, что все вот эти вот разговоры, которые сейчас происходят вокруг вас, вот эти эмоциональные, значит, вас пытаются каким-то образом куда-то подбросить, потому что накаляется обстановка, да, все что-то обсуждают, там чем-то страдают. Вот вы представляете себе, говорите, я в кино. Вы внутренне занимаете позицию зрителя. А дальше самое приятное. То, почему на самом деле все люди и дети 100% входят в кино. Не для того, чтобы посмотреть хороший фильм, а для того, чтобы взять попкорн. И вот вы мысленно представляете, что все, что сейчас происходит, мама, которая в очередной раз задает некорректные вопросы, рассказывает о том, что она 100-й год подряд умирает, и вы неблагодарная дочь, ваши коллеги, которые обсуждают что-то, люди, которые вас окружают, может быть, в транспорте, и что-то непонятное говорят. Вот вы представляете, что это киношечка. А вы такой спокойненький, смотрите киношечку, и так, жуете попкорн. Там даже ответить некогда, жуете попкорн. Интересно. Проблемы? Да, мам. Да, понимаю. Да, конечно, понимаю. Да, да. Что там у вас? Угу. В курсе? Да. Да, согласна. Угу. Плохая? Да, да. Плохая, плохая. Угу. Что я думаю? Как ты? Как ты думаешь? Угу. Хорошо. И вкусненько наминаем себе попкорник. Вообще, я вам рекомендую запастись попкорном и в физическом мире. И всякий раз, когда ваш мозг начинает, вот это вот вам там все, срочно надо принимать решение, что делать, как жить дальше, сейчас ядерная война, этот убьет, этот все. Ну, так берите, открываете попкорникчик и говорите мозгу. Ну, сейчас, сейчас. Угу. Да. Ядерка. Точно. Точно. Будет. Убьют все. Ну, точно. Угу. Все, что я не могу контролировать, не имеет смысла контролировать. Но не могу я на это повлиять. А попкорн, пояс, могу. Вкусненько. Хорошо. Есть, кстати, вкусненькие с карамелью, с сыром, там, разные, рецепты. Это тоже, кстати, вкусно. Запомните это. Всякий раз, когда ваш мозг попадает в эту ситуацию, когда его заставляют во что-то включиться, во что включаться не надо, вы ему говорите попкорн, отдыхаем. И вы увидите, как достаточно быстро вы перестанете включаться в чужие истории. А если вы перестанете включаться в чужие истории, вы не будете вот эти низкие вибрации свои воспроизводить. Вы будете оставаться на своих высоких вибрациях. на которых вы добрались до работы, у вас было все замечательно, вы смотрели на все прекрасное. И здесь вы просто будете как будто бы становиться на паузу. Такая у вас внутренняя пауза, где я ем попкорн. Просто сосредотачиваюсь на этом. И таким образом неприятности не будут к вам липнуть, потому что вы не будете эту энергию вокруг себя создавать. Поле для негатива не будет. А если нету этого поля, то негатив вам не придет. Вот собственно и все. И вместо того, чтобы своей маме доказывать, что она не права, что вы взрослая девочка, и как-нибудь сами разберетесь со своей жизнью, вместо того, чтобы оправдываться перед кем-то или рассказывать людям, что они неправильно живут, что так можно сойти с ума, что они деградируют, что это ни к чему хорошему их не приведет. И включаться в этот негатив, и создавать его вокруг себя, вы просто берете попкорн и разрешаете людям быть такими, какие они есть, но при этом разрешаете себе не включаться в эту историю. Вы просто едите попкорн. Отдыхаете, релаксируете, сохраняете свою энергию, а после этого открываете дверь в свою собственную реальность, которую вы создаете, и продолжаете свое феерическое шествие. А для того, чтобы ваше шествие было еще более феерическим, не забывайте, пожалуйста, что есть такой прекрасный у меня канал с моими видео, есть мой замечательный марафон Рерайтер жизни, в который вы когда-то точно придете, рано или поздно это случится. Заходите, будем учиться с вами создавать свою собственную реальность и жить по своим собственным правилам. Конечно же, соблюдая законы вселенной, которые никто не отменял, которые очень простые, которые мне учат в школе, но о которых рассказываю вам я. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не жадничайте, поставьте лайк, можете шейрануть какой-нибудь классной подружки, потому что чем больше нас умненьких и осознанных будет, тем легче и интереснее нам с вами будет жить. Если у вас есть какие-то пожелания о том, что есть какие-то ситуации, в которых вы не знаете, как себя вести, есть что-то, что в жизни вас расстраивает, и вы бы хотели научиться с этим справляться, пожалуйста, пишите комментарии. Слова благодарности тоже принимаются. Помните о том, что посеешь, что и пожнешь. Учитесь быть благодарными, учитесь быть разговорчивыми, яркими, феерическими, и такие же люди будут окружать и вас. Так что до встречи в нашем следующем видео, и я желаю вам классного дня, пусть у вас все получается, и если что-то происходит не так, не забывайте о подпорне, он вас спасет.